Всем привет! Это Светлана, новая прическа, но вы все еще на канале «Редактора или жизнь» и я к вам спешу с рассказом о самом свежем прочитанном и не могла с вами не поделиться, потому что это любимый автор и потому что он, как всегда, на высоте. Сегодня рассказываю вам о цикле Брэндона Сандерсона «Двурожденные». «Двурожденные», если формально, то это продолжение цикла Сандерсона «Рожденный туманом», который состоит из трех книжечек, вот они здесь на экране, вот здесь, как всегда путаю, с какой стороны, вот они здесь на экране. Это уже давно законченный им цикл, на русский переведен и доступен всем желающим для прочтения. События в цикле «Двурожденные» происходят через несколько сотен лет после событий «Рожденного туманом» и, по сути, это абсолютно самостоятельный отдельный цикл, происходящий просто в том же мире. В цикле «Двурожденные» планируется четыре книги, и у Брэндона Сандерсона, если планируется, то, значит, и будет четыре книги. На данный момент написано и переведено на русский три, вот я их тоже показываю в русском издании, читала я сама в оригинале. Сандерсон собирался выпустить четвертую книгу еще в 2018 году, но, к сожалению, в 2018 год у него был сложным, многое пошло не так, в первую очередь, у него не получилась книга, на которую он подписался с издательством, то есть он им пообещал, у него был подписан контракт, он книгу написал, отредактировал, отредактировал, понял, что не получается так круто, как ему хотелось бы, и он честно с этим в издательство пришел и сказал, что, ребята, не выходит каменный цветок. И вместо этого предложил абсолютно другую задумку, за которую, конечно, ему сразу пришлось сесть, и в конце года это получился роман Skyward, который я купила и еще пока не прочла, но, конечно, вот все вот эти пертурбации, они не дали Брэндону вообще хоть как-то вернуться к двурожденным. Я ему, в принципе, верю, верю, что он обязательно допишет, уже четвертая книга, последняя книга в цикле, явно у него уже все продумано, явно все какие-то повороты он уже знает, в общем-то, только сесть и написать, он даже обещал, что, возможно, найдет в 2019 году время на это. Что называется, посидим подождем, в конце концов, двурожденные, это цикл написанный так, что ты не сидишь, кусая локти в промежутке между томами, и это очень здорово. Так, сразу хочу заметить, что я читала и «Рожденного туманом», и «Двурожденных» читала в оригинале, но и перевод и того, и другого выполнен замечательной Натальей Осаяновой, той же самой переводчицей, которая переводила и «Архив Буря света». Соответственно, я практически безбоязненно могу вам рекомендовать все эти книги в переводе, то есть по факту это шесть книг, «Рожденные туманом» и «Двурожденные». И мне даже не стыдно и не страшно, перевод должен быть как минимум хороший и как максимум замечательный. Также хочу обрадовать тех, кого, возможно, напугали объемы романов в «Архиве Буря света». Там, в общем, тысяча страниц — это, ну так, норма. Как и в «Рожденным туманом», в «Двурожденных» романы очень скромные по меркам Сандерсона. 350-400 страниц, а то 400 страниц — только последняя, на данный момент, третья книга. Я прочла все три за 20 дней в оригинале. Ну, то есть читаются они быстро, написаны очень легко, то есть прочесть все три не составит никакого труда. Чем же так интересен этот цикл? В первую очередь тем, что, как я сказала, события в нем происходят спустя несколько сотен лет после «Рожденного туманом». И если «Рожденный туманом» — это было такое, ну, стандартное, фэнтезийное, позднее средневековье, скажем так, то у нас прошло несколько сотен лет, и у нас наступила эра стимбанка. У нас ездят повозки, у нас только что изобрели электричество, какие-то машины уже рассекают по воде паровые, какие-то пытаются подняться в воздух, и на фоне всего этого, тем не менее, продолжает работать потрясающе проработанная Брэндоном «Магия металлов». Про магию металлов наиболее подробно, конечно, в первой трилогии рассказано, но и в «Двурожденных» тоже есть немножко об этом. Суть в том, что есть люди, не все, но есть люди, которые могут сжигать внутри себя, так, сжигать в кавычках, сжигать внутри себя металл, то есть, закинувшись металлом, растворив мельчайшиеся частички его, например, в жидкости, и проглотив, они могут в удобный им момент начать этот металл внутри себя использовать и совершать некоторые сверхчеловеческие действия, по сути, магические. На этом и базируется вся магия на том, что разные люди могут использовать разные металлы, то есть, человек, наделенный магическими способностями, не может использовать все металлы, какие хочет, он может использовать только какой-то один в идеале. И, соответственно, люди... часто металлы противоположны друг другу, и свойства, которыми они наделяют людей, тоже противоположны друг другу. Это создаёт одновременно ограничения, это создаёт конфликт, потому что, если у тебя такая способность, то, скорее всего, у твоего врага может быть противоположное, которое твои таланты во многом нейтрализует. И, конечно, было очень интересно, как же магия металлов в эру металла, по факту, то есть, да, у нас стимбанк, поезда, автомобили, и как же с этим всем... Агнестрельное оружие туда же. Как же с этим всем взаимодействуют люди, наделенные вот этими самыми магическими, металлическими талантами. Пара слов о главных героях. Главным героем являются двое молодых мужчин. Ну, молодых в смысле, что им немножко за 30, то есть не юноши, не подростки. Это лорд Ваксилиум Ладриан, который провёл большую часть своей взрослой сознательной жизни в дикоземии. Дикоземия — это такой дикий-дикий запад, где не действуют никакие законы, и где с преступниками можно разобраться только грубой силой. То есть, в общем-то, там единственный закон, чей пистолет быстрее выстрелил, тот и молодец. И вот этот герой, которого все зовут по-короткому Вакс, он как заправский клинтыствуд разъезжал по этому дикоземию и занимался тем, что отлавливал наиболее суровых и опасных преступников. Но ему приходит внезапно известие о том, что он теперь наследник всего дома, всего состояния, которое в ужасном упадке. И, в общем, он должен возвращаться в столицу, в город Элендель, и вступать в права наследования, как-то пытаться вообще поднять свой дом из руи, потому что от него зависит, ладно бы, его благополучие на это ему глубоко, параллельно, но и огромное-огромное-огромное количество людей, которые работают на его семью. И вторым героем у нас является его товарищ по дикоземью, чуть помоложе, его зовут Уэйн. Он жуткий прохиндей. И вообще он, конечно, во многом отвечает, да, ему эритическую составляющую в всем цикле, потому что, во-первых, он тащит все, что плохо лежит, и все, что хорошо лежит, он тоже тащит. Правда, он пытается всегда положить что-то взамен. Естественно, это чаще всего расценивается хозяином как неравноценный обмен, создает массу комических ситуаций. И, в принципе, Уэйн оказывается тем, кто возвращается в столицу позже, чем в Акс, и, в общем-то, тревожит его в покое. Он только-только смирился с тем, что да, теперь он будет заниматься бухгалтерскими счетами, ходить на всякие балы, мероприятия, общаться с губернатором, в общем, вести ужасную, скучнейшую жизнь. И тут появляется Уэйн и говорит ему, что есть дело. И расследование этого дела абсолютно поглощает Вакса, конечно, с головой. Вообще, если описывать концепт, я не могу только догадываться, такой ли был концепт у Сандерсона, но концепт примерно такой, как два ковбоя с дикого-дикого запада возвращаются в цивилизацию, и как цивилизация все никак не может их перемолоть, то есть никак не может их оккультурить, никак не может сделать из них рафинированных джентльменов, а наоборот, каждый раз цивилизация отступает, и они по-прежнему продолжают вести довольно-таки лихой и малосдерживаемый приличиями образ жизни. Ну, по сути, это вот так, и именно поэтому я хочу сказать, что книги очень легкие. Ну, третья уже так, потяжелее, но первая-вторая очень легкие, в них нету вот этого пафоса, упасения неба эпичности, спасения судеб мира. Просто два условно джентльмена, больше по названию, чем по действиям, они расследуют совершенные с помощью магии преступления, которые больше никто, кроме них, раскрыть не может, и с преступниками тоже никто, кроме них, справиться не может. Вот и вся задумка. Два слова еще о том, кто такие, собственно, двурожденные, почему цикл получил такое название. Как я уже сказала, люди с магическими способностями могут зажигать металлы, но, кроме того, есть еще и были, по крайней мере, в цикле «Рожденные туманом», была раса, которые умели с помощью металлических браслетов, то есть не с помощью металла внутри, а с помощью металла снаружи, они умели накапливать что-либо. Можно было накапливать информацию, можно было накапливать здоровье, и потом это расходовать, то есть накапливать информацию, потом ее отдавать, накапливать здоровье, и потом исцелять себя. В цикле двурожденных можно еще накапливать вес, и становится легче, тяжелее. И двурожденными называют тех, кто в результате за эти сто лет произошло, конечно, смешение рас, смешение наций, и двурожденными называют те, кто родился с редким даром уметь и то, и то. То есть этот человек может и сжигать металл внутри себя, и делать некоторую магию, да, и может пользоваться вот этими вот металлическими браслетами, и что-то сохранять, и что-то отдавать. Собственно, и Вакс, и Уэйн оба двурожденные, отсюда и название цикла, и отсюда, конечно, очень интересная задача, стоявшая перед автором, потому что, как вы понимаете, они круты. Ну, они реально круты. И Сандерсону пришлось очень извратиться, чтобы дать им не просто достойных противников, а противников, которых в какой-то момент нам кажется, и такое бывает не раз, что героям их не победить. То есть, вот казалось бы, да, у нас такие супермены на главных ролях еще и опытные, потому что они за годы в Дикоземье, конечно, натренировались, пользоваться своими талантами. Но Сандерсон умудряется противопоставить им еще более крутых ребят. Да. То есть и ни раз, и ни два герои оказываются на волоске, и не только потому, что у них, против них, допустим, большие силы действуют, много народу, но и часто даже, когда это один на один, все равно нам кажется, что, божечки, да его нельзя победить. Никакой наш супергерой с этим не справится, и тем не менее, решение, конечно, находится, иначе Сандерсон был бы не Сандерсон. Отдельно хочу отметить женские образы. В «Рожденным туманом» с этим была некоторая, ну, скажем, загвоздка, потому что там была главная героиня, ее звали Вин, она была в центре повествования, но если бы мы оглянулись на остальных ближайших героев, то все они были мужчинами. Ну, наверное, в общем-то для этого в мире позднего, а-ля позднее Средненькое, для этого были веские причины. Вин не была обычной девочкой, да и вообще она была бездомной, радяжкой, которой нечего терять, да, но на все мы смотрели ее глазами, но вокруг нее были в основном мужчины. Очень классные, здорово выписанные, но тем не менее, был такой существенный прикос. В «Двурожденных» Сандерсон, не знаю, сознательно, нет, он это полностью исправил. У нас не только столько же важных женских персонажей, сколько и мужских, но это они действительно на передовой, то есть это не украшение, да, это не дамы, за ручку которых кто-то сражается, это не просто, знаете, такие роковые злодейки, допустим, которые появляются там на треть книги, а потом исчезают. Нет, это сильные, интересные, также развивающиеся, как и герои мужчины, женщины. За ними невероятно интересно наблюдать, за тем, как они развиваются дальше. И дополнительный кайф это любовная линия. В «Рожденным туманам» все было несколько предсказуемо, я не думаю, что Сандерсон как бы что-то иное и задумывал, там мы в первом томе понимаем, с кем будет Вин, и она с ним и остается. Сюрприз, спросите за небольшой спойлер. В «Двурожденных» ничего не однозначно, особенно в первом томе, когда нам, казалось бы, дают стандартный любовный треугольник, где мужчина, главный герой, и две женщины. С одной он вынужден общаться по долгу, и нам показывает, как она максимально не близка ему, не интересна, в общем, они вообще никак не сходятся. И нам показывают вторую, бедную родственницу, что называется, которая с живым умом, с любопытством, и мы видим, как герой к ней тянется, и она тянется к герою, и мы такие, «Ха!» Мы знаем, кто с кем будет в конечном итоге. Ну, ну, понятно же. Он найдет способ избавиться от сухаря, и будет с нашей замечательной живой героиней «Черт из два». «Черт из два», говорит Сандерсон, и так дает развитие героев, так дает развитие отношений между ними, что все будет, ну, точно не так, как кажется в начале. Это сделано очень здорово, я прям, наверное, за это добавила часть баллов, и третью книгу оценила на пять. Первую, вторую я оценила на четыре, за легкость, наверное. Третью оценила на пять, не только за увеличившийся масштаб происходящего, не только за то, что опасность теперь уже грозит, в общем-то, всему миру, но и вот за то, как красиво Сандерсон разрулил вот этот вот любовную коллизию, которую он очень-очень на заднем плане очень так вяло тянул, не давая читателю однозначных ответов в течение, в общем-то, трех книг. Ну и самый, наверное, важный вопрос читать ли двурожденных тем, кто не читал «Рожденного тумана»? Вопрос сложный, потому что с одной стороны прошло несколько сотен лет, главные герои двурожденных совсем другие люди, никак не связанные с героями первой трилогии, родственно, там, еще как-то. Герои первой трилогии, ну, вы, сейчас, почти все благополучно уже тоже отсутствуют в текущем повествовании, но дело в том, что они стали легендой. Вот те самые герои, которых мы знали просто по именам, они стали легендой, часть стала богами, и появились какие-то новые верования, и очень большой кусок удовольствия читательского в том, что мы-то знаем, как было, если мы читали оригинальную трилогию, мы знаем, как было, а они уже не знают герои двурожденных, у них уже все перемешалось, куча информации утрачена, как оно все было, все обросло какими-то сказками и мифами, всех героев перестали называть, их нормальными именами стали звать, и, кстати, там, поля, повелитель бурь, или там, укоротительница чего-то, это я утрирую, но примерно так, и это еще дополнительная такая развлекуха, угадывать в этих вот пафосных прозвищах, которые так любят люди давать богам, да, угадывать в этих пафосных прозвищах героев, привычных героев из первой трилогии, поэтому, да, конечно, вы поймете все, что происходит, потому что сюжетная линия завязана на текущих героях, а не на прошлом, но если вы прочтите сначала «Рожденного туманом», то удовольствия вы гарантированно получите больше, потому что это, конечно, всегда доставляет дополнительный кайф, если мы знаем больше, чем они, и узнают ли герои до конца, как все было, это еще большой вопрос. Подытоживая, как я уже сказала, прошла я очень быстро, очень легко, с удовольствием, мне очень понравилось, как действительно развиваются герои из таких немножко стереотипных типажей в глубокие трехмерные портреты, которые все равно так и дальше раскрываются нам, продолжают раскрываться. Я, конечно, жду и прочту четвертый том, но, как я уже сказала, Сандерсон и первую, вторую, третью книгу он заканчивает так, что мы не съедаем себе руки, все пальцы, мучаясь, боже мой, герой там, не знаю, свисает с обрыва. Нет, Сандерсон так никогда не делает, спасибо ему большое за это. Поэтому, по итогу, конечно, всем любителям необычного фэнтези рекомендую, фэнтези в антураже стимпанка вообще встречается редко, магия в антураже стимпанка тоже встречается нечасто. Очень интересно выписаны, разумеется, баталии, их много. В интересную сторону у них движется прогресс и не всегда движется. Про это тоже очень интересно рассказано. Ну, и все-таки рекомендую читать после того, как вы познакомитесь с Рожденным Туманом. Спасибо за то, что смотрели. Это был мой рассказ о цикле о двурожденных, о чем будет следующее видео, я пока боюсь анонсировать, но надеюсь, что оно будет скоро. Всем пока!